С вами доктор Кострик, речь пойдет о сальмонеллезе. Сальмонеллез – заболевание, вызываемое бактерией сальмонелла. Возникает чаще всего летом, когда трудно обеспечить комфортность низкой температуры, особенно на коллективных мероприятиях, свадьбах, праздниках или столовых. Чаще страдают любители тортов с кремами и домашнего майонеза. Хотя не все пищевые отравления равны сальмонеллезу. Сальмонеллез считается одной из наиболее частых причин отравления у детей, которые хуже его переносят. Именно поэтому, хотя сальмонеллез может показаться обыкновенным отравлением, хотя те, у кого за плечами такие обыкновенные приключения не желают его злейшему врагу. Они могут недооценивать его и не нужно его недооценивать. У здоровых и крепких людей присутствие бактерий в организме иногда остается незамеченным. Большинство людей страдают очень и бурно, и небезвредно. В большинстве случаев, если позаботиться о рвоте и поносе, они не приводят к обезвоживанию, и не нужно назначать антибиотики, и не требуется госпитализация. Однако есть группа людей, для которых сальмонеллез может быть очень опасен. К ним относятся дети, пожилые люди, больные и те, у кого очень слабая иммунная система, например, пациенты, проходящие химиотерапию или больные с ПИДом. Местное воспаление слизистой оболочки кишечника и желудка может перейти в системное воспаление и привести к опасной для жизни ситуации. Тогда не обойдется бессрочной антибактериальной терапии. Проблема с сальмонеллезом заключается в следующем. Даже если симптомы отравления проходят сами собой, через несколько дней палочки сальмонелл остаются в организме еще на несколько месяцев. В это время они систематически выделяются с фекалиями и являются потенциальным источником инфекции. То же, что и фекалии животных-носителей сальмонеллы. Заразиться можно различными путями, чаще всего употребляя в пищу блюда с сырыми яйцами, такие как мороженое, майонез, соусы, кремы в тортах, а также деликатесные мясные продукты, паштеты, закусочное мясо, пельмени и другие. Возможно, недооценивают отравление, остаются переносчиками бактерий. Поэтому работники гастрономических заведений обязаны вовремя проходить медосмотр, в том числе анализы кала. Ведь только так можно выявить наличие этих бактерий. Страшно подумать, кто подает нам еду в барах, заведениях быстрого питания. Моют ли они руки после посещения туалета? Особенно опасны яйца, употребляемые в сыром виде, например, в составе кремов или гуголь-моголя. Еще одним источником сальмонеллы являются животные. Вопреки распространенному мнению, не только куры, но, возможно, и другая домашняя птица или домашний скот. Согласно некоторым исследованиям, около 40-50% популяции черепах являются носителями палочки сальмонеллы. У рептилий не только черепах, но и игуан и других видов ящериц выявлено более 20 стеротипов сальмонелл, в том числе опасных для человека. Это опасно, ведь черепашек часто покупают детям и так, как безотказных питомцам. Были даже случаи смерти в США и многих других странах из-за этого. Из-за микробиологии, риска, связанного с разведением рептилий, следует соблюдать гигиену, то есть необходимо мыть руки после контакта с черепахой или ее террариумом. Сальмонелла вызывает неприятные желудочно-кишечные симптомы. Они похожи на распространенное пищевое отравление. Отравление сальмонеллезом отличается от обычного тем, что может привести к заражению внутренних органев или заболеванием суставов даже. Симптомы отравления сальмонеллезом появляются уже через 8 часов после употребления зараженной пищи. Заболевание проявляется высокой температурой, диареей, рвотой, болью в животе, головной болью. У детей сальмонеллезная инфекция вызывает такие симптомы, как диарея и рвота, а также тошнота и общая слабость. Для попадания бактерий в организм ребенка и появление первых симптомов заболевания требуется около 12-24 часов даже. Диарея у детей характеризуется отхождением неправильного жидкого или полужидкого стула даже несколько раз в сутки. Кроме того, в стуле может быть гной, слизь или кровь. Другие симптомы, связанные с сальмонеллезной инфекцией у детей включают общее недомигание ребенка, высокую температуру, ощущение боли при прохождении стула, озноб, боль в животе, спазмы, обезвоживание, которое опасно для детей раннего возраста. Диагноз сальмонеллеза у детей включает сбор анамнеза и подробные анализы микробиологические, лабораторные и клинические. Микробиологическое исследование показано детям, у которых развивается диарея с примесью крови, которая привела к обезвоживанию организма или ухудшению общего состояния здоровья. Затем такому ребенку проводят посевкало. Важно! О каждом заражении сальмонеллезом необходимо сообщать в санитарно-эпидемиологическую станцию. При лечении сальмонеллеза в основном применяют гидротацию, то есть перорально или внутривенно. Важно восполнить дефицит жидкости и электролитов. Применяются также специальные порошкообразные препараты, готовые к растворению. Детям нельзя пить сладкую газировку и сладкие соки, так как они содержат большое количество сахара, что может усугубить диарею и увеличить потерю воды из организма. Разрешается подавлять разбавленный яблочный сок без добавления сахара. Понемножку можно давать. Антибиотик вводят в исключительных случаях, так как не каждая инфекция требует его. Много говорят о том, что антибиотик может сделать инфекцию хронической и привести к бессимптомной передаче бактерий. Для предотвращения развития сальмонеллеза у вашего ребенка важно соблюдать правила гигиены, в том числе и приготовления пищи. Научите ребенка мыть руки перед едой, а также мыть фрукты и овощи перед едой. Не менее важна правильная термическая обработка яиц, молока и мяса. Сальмонеллез при беременности наиболее частый путь заражения это употребление продуктов мяса, рыбы, яиц, непастеризованного молока. Болезнь также можно заразиться в результате контакта с больными животными, например, голубями, черепахами, собаками, кошками. Симптомы у беременных такие же, как и у небеременных с диареей, болями в животе, лихорадкой, ознобой, рвотом. В целом сальмонеллезная инфекция не наносит серьезного вреда ребенку. Более опасным может быть обезвоживание, связанное с диареей и рвотой, из-за которых ребенок теряет минеральные вещества. Однако длительное персистирование сальмонеллеза и его тяжелое течение могут иметь серьезные последствия для матери и ребенка, такие как выкидыш, сепсис, преждевременные роды и даже менингит. Лечение заключается прежде всего в гипергидратации организма, обильном отдыхе, легкоусвояемой диете и приеме активированного угля. В свою очередь, очень тяжелое течение заболевания необходимо лечить антибиотиками, так как игнорирование этого состояния может вызвать кровотечение из кишечника, гепатиты, воспаление желчного пузыря у беременной и даже представлять угрозу для здоровья и жизни матери и ребенка. Сальмонеллез, лечение. При лечении сальмонеллеза очень важно обильное питье и соблюдение диеты. Бывает, что для полного выздоровления достаточно диеты или употребления активированного угля или смекты. Если симптомы отравления сохраняются после приема этих препаратов, врач назначает антибиотик. К сожалению, есть случаи, которые требуют неотложной госпитализации в больницу. Помните, что сальмонеллез является опасным пищевым отравлением, особенно у маленьких детей, которые быстрее обезвоживаются. Если вы заметили тревожные симптомы у своего ребенка, немедленно обратитесь к доктору. Больных сальмонеллезом, у которых сниженный иммунитет или перенесших операцию или трансплантацию, следует лечить в стационаре антибиотиками. Это очень важно, поскольку домашнее лечение может привести к опасным осложнениям, водно-электролитным нарушениям, сепсису даже. После поступления в больницу больной сдают анализы. Обязательно больные сдают кал на анализ. После завершения лечения проводится еще один анализ кала, чтобы оценить, полностью ли вылечено это заболевание. Но несмотря на риск сальмонеллеза, люди не должны отказываться от вкусного домашнего мороженого. Ведь вместо яиц, особенно в летнее время, могут использовать яичные продукты. Помните, что безопаснее всего просто соблюдать правила гигиены. Не есть блюда из сырых яиц, кремы, соусы, майонезы, яйца в смятку и омлет. Пока белок не будет правильно приготовлен, и другие блюда, которые содержат яйца, должны быть правильно термически приготовлены и храниться при правильной температуре в холодильнике, соблюдая все сроки хранения в зависимости от продуктов питания. Мойте руки, а шпарьте кипятком все, что можно, но не черепах. И помните, что палочки сальмонеллы есть на всем, к чему человек может прикоснуться грязной рукой. Не все подвержены одинаковому риску отравления сальмонеллой. Иногда достаточно соблюдать несколько основных рекомендаций, чтобы избежать заражения. Если вы хотите избежать опасности, следуйте еще некоторым советам. Не храните домашнюю птицу, рыбу, яйца и сырое мясо, рядом с продуктами, готовыми к употреблению. В свежих яйцах сальмонеллы нет, однако частицы помета, курицы, содержащие бактерии, могут попасть на скорлупу. Через некоторое время, от 4 часов до 5 суток, бактерии проникают через скорлупу внутрь яйца и инфицируют его. Поэтому перед использованием яйца нужно тщательно вымыть водой с мылом желательно. Если вы разморозили мясо, больше его повторно не замораживайте. Старайтесь не есть тартар и другие блюда из сырого мяса. Всегда выбирайте хорошо прожаренные и приготовленные продукты, так как высокие температуры при их приготовлении убивают микробы. Избегайте мяса неизвестного происхождения. Всегда не забывайте мыть руки после посещения туалета, а также перед приготовлением и приемом пищи. Надеюсь, эта информация была полезна для вас. Будьте здоровы и не забывайте, что лучше профилактировать любое заболевание, чем потом его лечить. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал!